В Институте международных отношений состоялась конференция, посвященная российско-корейским отношениям. Ее открыл проректор по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхан Алишев. Он выразил благодарность Генеральному консулу посольства Республики Корея в России Пак Хо, директору Центра продвижения корееведения Академии корееведения Ян Йенгюн, а также профессору-председателю Центра исследований Кореи корееведения Института международных отношений Ко Йен Чоль. На базе Казанского федерального университета уже 26-я международная научно-практическая конференция «Россия, Корея. Настоящее прошлое и будущее». Спасибо большое Казанскому федеральному университету, спасибо огромное студентам, которые уделяют огромное внимание корейской культуре и всем ее аспектам. Первый день конференции состоялось две сессии, в ходе которых с докладами выступили 22 участника. Были подняты вопросы, связанные с обменом знаниями между ведущими учеными корееведения и начинающими исследователями. Помимо этого спикеры затронули темы российско-корейских отношений, а также положение корейцев, проживающих в России. Я уже в Казани проживаю на протяжении очень долгого времени, но сегодняшняя конференция является 26-й по счету, и мы в будущем надеемся, что каждый год она ежегодно будет продолжать проводиться. Директор Института международных отношений Рамиль Хайруддинов отметил, что в этом году исполняется 15 лет со дня подписания соглашения о сотрудничестве между Казанским университетом и Корейским фондом. Напомню, что с момента, когда Министерством образования Республики Корея было принято решение о реализации проекта по поддержке молодого поколения корееведов Казанского федерального университета, прошло 6 лет. Эмиль Мугинов, Фарид Захитаглы, Универ Ньюс.